А какая у тебя суперсила? Деньги. Недавно компания Disney провела ряд переносов своих будущих фильмов. В общем-то, ничего удивительного, за последний паралет мы к этому уже должны привыкнуть. Голливудские студии теряют деньги из-за пандемии коронавируса, и к этому ведут как частично закрытые кинотеатры, так и сами студии вынуждены ускоряться и отказываться от широкого проката в пользу цифрового, куда запускают свои длинные руки пираты. К тому же актеры также не стоят в стороне и активно подают в суд на киностудии за нарушение контактов проката, которые были написаны еще до пандемии. Такое ощущение, что если все не выправится в ближайшее время, то возможно мы увидим, как банкротится одна студия за другой, ведь они теряют колоссальные деньги. Итак, дорогие друзья, вы все еще на канале Кинофинт, и мы продолжаем нашу киношколу. Сегодня речь пойдет не о сложных и непонятных терминах, а о том, что на самом деле интересует многих, и ради этого существует кинематограф в том виде, в котором мы его знаем. Речь пойдет о деньгах, как кино зарабатывает и как кино тратит деньги. Начнем, как ни странно, с конца. Многомиллионные, даже многомиллиардные сборы, которыми хвастаются каждую неделю и соревнуются гиганты-блокбастеры, не так актуально в последнее время, но схема все еще работает в прежнем режиме. Итак, в обычном виде это разница между суммой, вырученной за продажей билетов и бюджетом фильма. Вроде ничего сложного, однако обычно эта сумма делится пополам, между кинотеатрами и кинопрокатчиками. Но не всегда. Иногда кинотеатры забирают больше, например, в Китае это около 75%. Сами кинотеатры также несут дополнительные повинности. В частности, российские кинотеатры обязаны перечислять 3% от общего кассу сбора, то есть 6% от оставшейся ему части, в российское авторское общество. Вообще, наверное, многие знают, что кинотеатры не сильно много зарабатывают на продажах билетов. Их основной бизнес это продажи попкорна ведрами и напитков. Теперь вернемся к кассовым сборам. Изначально, конечно, оговорится, что фильм должен крутиться в кинотеатрах 2, 3, 4 или большее количество недель. Причем количество сеансов и кинозалов также имеет значение. Но после 2-3 недель, если фильм показывает не особо хорошие сборы, его могут раньше времени снять с широкого проката, или, например, наоборот, пролоббировать продление до 2 месяцев, а в редких случаях и большее. Кинопрокатчики и кинотеатры смотрят на показатели первой недели сборов, точнее, первых выходных, так называемый премьерный уикенд. Обычно премьеры фильмов устраиваются перед ними со среды по пятницу, чтобы фанаты и кинолюбители, а также критики и прочие блогеры успели посмотреть кино и поделиться мнением с остальными. Естественно, даты премьеры определенного фильма выбираются заранее, и часто даже раньше, чем начинаются съемки. Студии и конкуренты также переносят некоторые фильмы, чтобы постараться не соперничать в одни и те же даты в кинотеатрах за одну аудиторию, за редким исключением, когда, например, на праздники в кинотеатрах наплыв посетителей. Заранее просчитывается целевая аудитория, и заранее выбирается предпочтительное время сеансов, так, например, детские и семейные фильмы вряд ли будут идти в ночное время. Конечно, в последнее время стали добавлять к кассовым сборам сумму от продажи фильмов на стриминговых сервисах и прочего, но это уже вияние времени. В основной массе, если фильм планировали выпустить в широкий прокат, то значение имеют только сборы с продажи билетов в кинотеатрах. Что касается производственных бюджетов самих фильмов, то тут все гораздо сложнее, и я бы даже сказал, тайна, покрытая мраком. Конечно, студии публикуют, сколько денег они потратили на фильм, но там большое количество вопросов и нюансов. Во-первых, бюджет на производство фильмов иногда включает в себя еще и бюджет на рекламу фильмов. Посчитать, что на самом деле было потрачено, не всегда предоставляется возможным. Чаще всего студии завышают эти суммы, чтобы не платить налоги с маржи. Самое интересное, при этом студии создают внутри самой себя дополнительные компании, оставляя деньги по факту у себя, но уходя таким образом от налогов. Есть три основных статьи, по которым кинокомпании списывают деньги, помимо самого производственного бюджета. Это рекламный бюджет, это дистрибьюция, то есть прокат, и дополнительные расходы на производство. Более того, студии умудряются сами расчеты по этим статьям списывать в расходы, причем иногда это совершенно несусветный 10-15% от рассчитываемой суммы. Например, есть студия Disney P. Нет, так слишком прозрачно. Давайте лучше будет The Pictures. Допустим, эта студия снимает фильм «Принц Сербии» с производственным бюджетом в 100 миллионов долларов. Чтобы профинансировать его, студия The Pictures создает компанию с заместителей и передает ей необходимую для съемок сумму. Затем студия тратит еще 50 миллионов долларов на маркетинг и навешивает эту сумму на заместителей. То есть «Принц Сербии» должен отбить бюджет в 150 миллионов. Но The Pictures, которая полностью контролирует заместителей, затем приписывает этой компании еще и счет за кинопрокат фильма, скажем, на 250 миллионов. Совсем не обязательно, что кинопрокат обойдется в такие деньги, но в отчетах будут указаны эти 250 миллионов. The Pictures может накинуть сверху еще какой-нибудь процент, несмотря на то, что речь идет о их собственных деньгах. И выходит, что фильм должен собрать 800 миллионов, чтобы по бухгалтерским отчетам он начал приносить прибыль. Немного сложновато и даже нагло, но так работают почти все кинокомпании. Не верите? Тогда давайте на примерах. «Звездные войны. Возвращение джедая» был снят за 32,5 миллиона долларов, а заработал 475. Прибыль налицо? А нет. Согласно отчетности компании Lucasfilm, эта картина никогда не выходила в прибыль. Уинстон Грум, который написал роман «Форест Гамп», по которому был снят одноименный фильм, по контракту должен был получить деньги из кассовых сборов. Но благодаря голливудской бухгалтерии прибыль от популярного фильма была превращена в убыток. И Уинстон получил самое незначительное по масштабам картины вознаграждение – 250 тысяч долларов. Для сравнения, гонорар режиссера фильма Роберта Замекиса превысил 40 миллионов долларов. Процент от чистой прибыли должны были получить еще три человека, которые работали над картиной. Это продюсеры, а также сценарист, которые, будучи ветеранами Голливуда, подтвердили, что система ведения бухучета во многом потакает студиям и выгодна тем актерам и режиссерам, у которых достаточно звездные имена, чтобы требовать процент со всей суммы проката, а не от чистой прибыли. Еще пример. Стэн Ли, один из создателей персонажа Человека-паука, имел контракт, согласно которому в его пользу отчислялось 10% от чистой прибыли от всего, что было основано на его персонажах. Фильм Человек-паук 2002 года получил более 800 миллионов долларов дохода, но производители утверждали, что он не заработал никакой прибыли, поэтому Стэн Ли ничего не получил. В 2002 году он подал в суд на Марвел Комикс. И это одно из немногих, что просочилось наружу и стало достоянием общественности. Часто в такие схемы никак не включаются деньги, которые студия получает со стороны третьих лиц еще на этапах планирования съемок. Деньги от рекламных брендов, которые появляются в кино, деньги за эксклюзивные права проката или показа, пусть даже временные. Точнее как, включают. Но это уже как деньги, вкладываемые в образованную компанию. Студии, как прямое финансирование производства. И та уже должна студии денег, хотя по факту это деньги даже не студии. И кинокомпания должна всего лишь показать новый телефон или автомобиль в фильме. И все. И самое интересное, что кинокомпания никак не включает расчетную прибыль, что-то кроме продажи билетов в кинотеатры. Например, замечательный мультфильм 1994 года, «Король Лев», согласно документации, стоил 45 миллионов долларов. В первый год кинопроката он заработал 968 миллионов. Это вполне себе открытая информация. Но смотрим дальше. Еще 900 миллионов принесли телепоказы и продажи VHS-кассет. Неплохо, правда? А в 2011 году фильм был перевыпущен в 3D и заработал еще порядка 170 миллионов. А еще 2 миллиарда принес различный мерч, игрушки, футболки и прочее с изображением героев. А еще по самым скромным подсчетам принесли около 2 миллиардов права на постановку бродвейского мюзикла и доли с продажи билетов на него, который, к слову сказать, все еще идет. А соответственно, это все еще продолжает приносить прибыль. Теперь прикиньте, сколько всего продается кружек, футболок, фигурок, комиксов, книг и прочего с вашими любимыми героями по всему миру. И после этого вы поверите, что, видите ли, Черная Вдова провалилась в прокате? Да, по бумагам провалилась. Это очень удобно. Нет прибыли, нет налогов, нет денег для Скарлетт Йоханссон. Поэтому, если уж думать глобально, то да, пандемия ударила по кинобизнесу. Точнее, не то, чтобы прямо его подкосило, а скорее заставило шевелиться и искать новые схемы получения сверхприбыли и схемы укрывания от налоговых структур. Что касается российского кинобизнеса, то, поверьте, это минимальные крохи от тех, какими суммами ворочает Голливуд. И да, схема у нас очень похожа, только немного обиднее становится, когда во все это включается госфинансирование наших с вами налогов, а в Голливуде давно правит частный капитал. К тому же в России кинокомпании не обязаны отчитываться за производственный бюджет. Так что, друзья, не переживайте, кинобизнес переживет пандемию, даже если она затянется навсегда. Найдут они способы показывать и прокатывать фильмы удаленно, найдут способы поэкономнее расходовать бюджеты и, естественно, найдут способы составлять такие эпические отчеты, по которым Аватар 2 станет при сборах в пару миллиардов убыточным и очередного актера оставит без выплат. Звериный оскал капитализма, так сказать. Кинобизнес — это в первую и во вторую очередь бизнес, и он такой очень давно. Деньги всегда были и будут во главе всего. Но, правда, иногда все же находятся сценаристы, режиссеры и авторы, и они умело в этой адской фабрике грез лоббируют и свои интересы, и мы получаем отличные фильмы. Я надеюсь, вам понравилось. Это был очередной выпуск «Киношколы». Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски и вообще смотрите, тут много всего интересного. Делитесь этим видео с друзьями. Мне очень важно, чтобы канал рос, поэтому я вынужден повторять эту фразу из выпуска в выпуск. А с вами был Илья Финт. Увидимся, когда увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова